Этот вопрос давно витал в воздухе. Возможное повышение платы за детский сад многие родители воспринимают болезненно, но эксперты в сфере образования говорят, сейчас другого выхода нет. Рост цен на продукты, особенно за последний месяц, больше не позволяет обеспечивать детей сбалансированным питанием в полной мере. Если говорить о том, каким образом складывается ценовая политика на конец прошлого года в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, на сегодняшний день максимального уровня 2000 нет ни в одном субъекте Сибирского федерального округа. Еще осенью прошлого года из муниципалитетов посыпались предложения в Миноборнауке края о повышении стоимости платы за детский сад. Это поможет увеличить количество мясных, молочных и кисломолочных продуктов, а также овощей, фруктов и соков. Сегодня об этом просят все 69 муниципалитетов региона, так как установленные цены 2019 года уже не актуальны. Мы все живем в реальном мире, мы прекрасно понимаем, что произошло с 2019 года, я имею в виду с точки зрения инфляции. Инфляция ощутимо подъела эти деньги и надо быть честными перед самим собой. Что будет во втором полугодии с учетом роста цен, особенно за последний месяц, мы не знаем. Пока в Министерстве образования не спешат говорить о новых расценках, даже о максимальной стоимости. Есть предложения, есть расчеты по каждому муниципалитету, но без конкретики. Тема действительно деликатная и сегодня обозначение цифр, которые еще не утверждены, вызовет социальное напряжение еще большее, чем оно есть. Говорить о новых расценках можно будет спустя месяц, когда утрясут все процедуры согласования. Если все же платы за детский сад увеличатся, то есть уверенность, что хотя бы у кого-то в это непростое время будет сбалансированное питание. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.